друзья всем привет меня зовут максим на канале алания жизнь без купюр у нас сегодня в гостях александр это наш партнер наш клиент а саня мы хотим с вами сегодня поделиться историю его переезда смотрите пожалуйста видео до конца поставьте лайк авансом а мы начинаем саш привет да привет саша спасибо что уделил нам время встретиться всех интересует почему переехали как переехали когда переехали вот эти все вопросы два об этом сегодня с тобой поговорим я предлагаю начать с твои с твоей истории как вообще познакомиться с алании и дальше мы пойдем немножко по пунктам у меня здесь простая история двадцатом году когда начался к вид я им заболел был в красноярске в этот момент семья моя находилась новосибирске то есть я там на протяжении 5 лет жил до 2 города и когда болел я сказал никому не приезжать вылечу сам и уже когда прошел у меня основной кризис я лежал на карантине как можно сказать выходить нельзя так даже никуда никого не пускали или стал в интернете студировал что куда меня интересовали инвестиции встретил твой канал и уже мы познакомились первый звонок по ватсапу сначала я написал коротко потом мы поговорили по ватсапу и у меня сложилось сразу такое доверительное такое как бы первое мое это и когда я такой человек я решаю все быстро то есть если я встретил человека и он не устраивает все я начинаю это но меня больше всего интересовала конечно первое это инвестиции я перевел первых залоговые деньги через неделю мне нужно было уже примерно день неделю 10 дней прилететь и оплатить полностью квартиру я как бы купил сразу билеты всей семье и мы вылетели сюда буквально на неделю по мою 10 дней уже не помню как я встретил аланя что самое первое впечатление хочу первое впечатление приехали ему осенью там было холодно здесь было плюс 26 по моему покупался даже да я тогда целую неделю мы купались тогда был ноябрь очень теплый помнишь ты мне снял квартиру до я приехал ты встретил меня там прислал за мной этот трансфер приехал сюда посмотрел мне все понравилось я уже задумался о переезде неделе это пролетело можно сказать в три дня собрались а улетели я уже перед отъездом сказал что я буду инвестировать дальше и возможно сюда перееду буквально ближайшее время так надо дальше вам и помыть дальше инвестировали да потом я еще уехал ты скидываешь хороший проект я отправляю тогда деньги уже не перевозя отправляя свиф-переводом киньков и хочу заметить ребята там через этот киньков получилось так что мои деньги потерялись а 24000 по моему евро потерялись а в нигде ну где-то корреспондент где-то где-то они ушли и неизвестно где здесь их не получают там не знают где горят ушли в турцию в общем три трое суток денег не было потом меня уже отсюда вами уже позвонила сказала пришли на счет деньги быстрее всего ваша сумма совпадает и за как перевод деньги и да ну да вот тогда был у меня такой момент ну в общем все сложилось я проинвестировал во вторую квартиру и сейчас когда я собрался сюда переезжать уже я а максим мне посоветовал такую хорошую вещь ты мне посоветовал крипту друзья криптовалюта очень интересная темно для меня была далекая как бы слышал об этом еще когда был бум когда говорят все слышат надо продавать я вот ее слышал когда она 19 стала у меня там знакомый есть который стал миллионером мы были далеки от этого все я короче перевел деньги крипту и переехал всей семьей и все деньги криптовалюта привез в одном кошельке а до этого я вам скажу когда первый раз ехал я вез деньги официально и вез через красную дорожку через москву это скажу такой стресс да стресс тебя спрашивают зачем почему куда такая сумма станет сейчас игностируешь криптовалюту да я сейчас инвестирую помимо того что вот эти два объекта я покупал которые реализовали когда реализовали я получил больше ста процентов прибыли не мог не секрет не для кого как бы это и сейчас я инвестирую дальнейшее опять же через тебя и инвестирую опять же в криптовалюту которую вот мы заходим что да 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 ближе меня познакомил я теперь изучаю мы по осени зашли по нормальной цене 16000 за биткоин сейчас вышли 28 с половиной то есть за короткий промежуток времени тут три три четыре месяца процентов да вот 60 до 60 процентов где-то заработали то есть друзья смотрите все дифференцировано до вложили в недвижимость посмотрели на рынок допустим тот же криптовалют смотрим что есть интересные точки для входа он просил когда все там боятся нужно покупать зашли заработали опять я дачу переложили опять недвижимость ну в принципе сашки а параллельно что-то осталось там россии в россии у меня есть небольшие активы еще как бы как бы все порезать нельзя потому своя жилплощадь 2 жилплощади можно сказать красноярск новосибирск который приносит оттуда небольшой доход не сдача квартир там активы есть и здесь а параллельно вот инвестирую в недвижимость и криптовалюту всех вопросных живу на что даже за активы у меня с россии есть какие-то потом а здесь инвестирую в недвижимость которые получают пассивный доход нормальный пассивный доход инвестирую сейчас криптовалюту и чем скажу что самое главное в этом деле не жадничать подошло время поставили какие-то для себя задачи и пункты когда что выйти выходите не жадничайте заработали 1000 евро сегодня 1000 евро больше чем через два месяца 1000 евро инфляция съедает вообще под ноль все а жить надо сейчас так что заходите и не бойтесь и здесь а в алании мне что больше нравится в россии была у них постоянно суета все мне звонят какие-то там вопросы а здесь я как бы далек максим не с утра позвонил и говорит а я говорю ты тысячу какая суббота сегодня еще ну то есть я забываю дни даже но здесь у меня хватает времени на все соскали пожалуйста переехал семьей полностью супругой двое детей дети устроили ну понятно что расскажи как раза мышку пили квартиру да да я здесь я купил сразу при приезде здесь в районы были закрыты я купил стороне оба есть такой джек-джелик район он немножко далековато от моря но у меня это устраивает во первых комплекс большой от моря где-то больше километра и у меня горы ближе я думаю что летом будет здесь по прохладнее потому что я сам с юга я знаю что такое жара как еще плюсы что тебе еще понравилось ведь решение переехать она же знаешь она же формируется на копе скобе скобе ты знаешь что не уже аргументами как жена жена на днях как-то сказала надо было пережать тогда когда ты сказал сразу потеряла какое-то время может спешит куда-то жить я уже никуда не спешу так что я он уже нашел свое алания мне нравится я выбирал его из анталии стамбула из мира но больше понравилась алания в чем здесь во-первых море во вторых горы полоса нет больших производств экологически чисто небольшой город опять друзья смотрите да кто-то сравнивает аланию анталию алталии это огромный город миллионник со всеми вытекающими каким-то нюансом да это пробки это в анталии гораздо жарче мало не летом друзья как ни странно почему потому что очень много асфальта и ночью тепло дорог от домов отдается воздух и нет какой-то прохлады она не конечно здесь с этим делом есть подальше выбирать жилье там километр-полтора-два километра от моря то достаточно комфортно даже по ночам хочу брать внимание да саша сам себя что выбор квартир для пмж это абсолютно другой выбор потому что на море не знаю я прошу на 1 5 ходил ты сколько ходил там ты первый год попался нормально еще да я даже когда по приезду приехали мы по осени там буквально каждый день через день ходили купаться потом это сейчас сейчас не на поле же конечно любом случае взял будет просто кайфовать того что посмотрели налево вас горы посмотрели направо у вас море а я здесь все классно да ну и самый нужен сам сам ощущение да это нужно всем понимать что это все-таки курортный город близ близ моря это хорошо но здесь тусовка постоянная тусовка туристов что говорить я когда зашел изучая уже надумывая что буду переезжать турцию я очень много посмотрел всякого в интернете листал искал здесь а почему почему вкладываются сюда почему люди переезжают законы то есть меня в первую очередь интересовали законы на недвижимость проживание и опять же медицина и образование потому что у меня маленькие дети я переехал сюда у меня сыну было семь с половиной почти еще не было даже дочки младших было 8 месяцев мы переехали сюда и для меня конечно медицина на первую очередь стояла и образование образование по образованию да здесь я вот немножко есть проблема что ребенок не может без внж без номера в же как бы записаться в школу самого начала я уже еще в россии живя знал что он пойдет в государственную школу чтобы изучил язык и сам начал с самого основания но получилось так что он школу внж мне дали только недавно феврале и очень долго да он пойдет на следующий год а сейчас учится онлайн маленькая дочка живет и радуется скажи пожалуйста есть какие-то друзья турецкие у сына общаться с мелкими он общается со всеми рядом по его возрасту он мне общительный такой же как бы никого не стесняясь если играться играется со всеми у тебя здесь как проходит с кем коммуницируешься у сообщества общество с кем-то общаешься друзья да у меня жизнь как здесь протекает утром встал как ты знаешь семья пока туда-сюда завтрак пошли погуляли то есть по очереди гуляем то уже значит человек не обременена какими проблемами вопроса пришли пообедали если куда-то пошли на море погулять или в центр или куда-то то есть уходит весь день и я даже не замечают какие дни месяца уже то есть я уже не слежу для меня это все просто уже большой отпуск общаешься с каким-то согражданами с бывших республикать как тебе вообще кому да конечно общаюсь в жилкомплексе очень много наших соотечественников я не буду говорить откуда ну я общаюсь со всеми что говорить весь советский союз бывшие это всем для меня никаких проблем никаких проблем да все меня понимают я общаюсь со всеми друзья все знают на самом деле наверняка слышали давно на разных youtube канала говорят по поводу продуктов качество продуктов так далее что ты можешь на эту тему сказать как говорят красноярске лучшие помидоры это минусинские и дачные на дачах овощи и фрукты это лучшие сдачи а все что привезенное вы сами понимаете привезенное и сейчас даже вот какой-то подъем инфляции цены подорожали даже я вот приехал в октябре и сейчас большая разница уже в два раза наверно больше подорожала продукция ну скажу качество ее заменяет все и тем более я думаю что таких овощей у нас все равно в россии как бы только в на югах где-то есть а так я скажу здесь качество хорошие цены я не скажу что в сибири наверно сейчас дешевле саша ну ты двигаешься к паспорту я так понимаю да со временем ну да я вообще собираюсь как бы дальнейшее связать на свою жизнь основной в турецкой республике и в дальнейшем конечно мне интересует паспорт гражданство как бы россия позволяет иметь двойное гражданство то то я тоже отказываться не буду здесь по возможности если успею то конечно случае в сухе россии тем может быть возможность показать турецкий паспорт и попросить шляпу и пальто друзья мы тоже когда планируем переезд турцию мы пожили здесь буквально месяца и через полгода мы уже здесь были на пмж подписать за скорость как принять решение то есть там закрывается активы 1 2 3 продается все да да и приехали сюда мне было посложнее у меня было производство свое в красноярске а в новосибирске была фирма у жены она была директором той фирмы 1 ски ну с фирмой да мы там как бы переуступку сделали компаньон я продал долю свою с производствами все остальное помимо того что производство у меня же есть на ряд задания которые нам на год они то есть такая работа у меня и пока я это основное все не сделал и не продал я уехать тоже не мог саша 6 1 был страж землетрясения в турции сейчас все боятся очень много комментариев какой-то недоверие к застройщикам качество фундаментов так далее так дальше большая полемика в интернет-сетях твое мнение отношения вообще ко всему к этому ты сам из алматы ты прекрасно знаешь что такое поделись да я сам с казахстана алматинской области у нас тоже землетрясению были частые и последнее сильное землетрясение было в девяностом году когда там один парень предсказал никто ему не верил внутри к ну вот это нормально я помню эту историю да я это как-то те рассказывал и теперь я вам скажу здесь и когда я приехал тебе в ноябре я когда искал что про турцию все и ты мне как-то сказал что здесь страховку дают от землетрясения маленькую я тебе еще спросила почему когда тут а вроде бы как бы не трясет сильно я приехал как раз домой начал искать я нашел карту тогда и получается что там разломы идут вот от из мира в ту сторону стамбул мраморное море стамбул и юго-восток это вот сирия она идет там разлом идет южнее мерсил и идет до самого там армении я как бы посмотрел эти разломы и понял что здесь а как платформы есть плита она стоит и там и было описание что мы находимся по зонам разделенные там была вот голубая зона входит там газе паша алания и еще близлежащие сканелок ты или какой город есть небольшой еще городок есть то есть мы попадаем самый центр где у нас как бы отголоски приходят но мы стоим на прочной плите максимусе что может быть это вот с моря волна ну это море не океан тихий там атлантический и войны волны не помнили море может быть мощного не будет максимум там три метра каком-то году было ну максимум может придет пять четыре с половиной но это буквально через дорогу перехлестнет и все максимум я не думаю ты спавши абсолютно спокойно я как бы это я думаю что сейчас вот не пройдет еще месяца полтора-два и здесь а цены просто звинтят во первых все иностранцы возьмем в общее все иностранцы переехали в турцию они не хотят уже и местные состоятельные люди они сейчас все будут переезжать в эти районы для себя квартиру все равно держать на всякий случай состоятельные местные и уже не говоря о тех что которые приехали они не захотят уезжать но риск землетрясения боятся будут и они будут потихоньку потихоньку переселять тем более здесь аэропорт рядом куда надо сел в стамбул сколько здесь 40 минут 40 минут или 50 минут лету как на такси сил очень интересная тема друзья тема как бы до перспективы развития алании мы обязательно запишем видео немножко позже по поводу перспектив рынка недвижимости мне вала не почему потому что как бы 50 на 50 до либо он будет расти либо она будет стагнировать есть очень много аргументов как за так и против обязательно снимем это видео расскажу его следующем выпуске спасибо что уделил времени выпил со мной чашку кофе мы с тобой сейчас эфир закончится чего болтаем пообщаемся спасибо тебе спасибо твоей компании все помогли я советую вам обращайтесь а звоните ну накидал на педал накидал ухо ну а чё не только по недвижимости приедете сюда он вас еще и в крипту в тянет покажет ничего еще будет пассивный доход это очень такое я думаю что пришло время интернета и что время интернета и доверие какого-то доверие сейчас в мире очень мало так что нужно верить в себя самое главное и всегда принимать на холодную голову решение друзья спасибо что смотрели наше видео до конца подписывайтесь на наш телеграм-канал алонишь без купюр ссылки все в описании все заявки по недвижимость мы оставлять на нашем сайте prime инвест спасибо всего доброго и пока